Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёт. Я уже два года, наверное вы хотели написать два года, встречаюсь с партнеров. Возника полгода мы живём вместе. Смотрите, что вас и вашего парня объединяло, что у вас, собственно, на каком, грубо говоря, фундаменте вы выстраиваете отношения своей. Это важно. Дальше. Он хороший. Ну, это очень субъективная опыта. В данном случае хороший, плохой, то есть, то, что для вас хорошо, для кого-то может быть плохо и наоборот, в общем-то. Поэтому я бы сказал, что здесь надо бы, наверное, какое-то другое определение, наверное, здесь нужны какие-то другие термины. Да, какое-то другое, какая-то другая категория, которая могла бы сформулировать то, как вы его видите. Но нехороший, плохой, потому что это весьма субъективная опыта. И я боюсь, что она, эта опыта вам может в данном случае навредить. Делать всё, что я попрошу. Ну, я не хочу ни в коем случае вас судить, да, не хочу, но я должен сказать, что считать, что человек хороший только потому, что он делает всё, что вы ему скажете, мягко говоря, оброметчиво, недальновидно и поверхностно, потому что, к какой-то степени это такое откровенное использование человека, причём использование человека, ну, может быть, это даже, может быть, это добровольное использование, но это всё равно использование человека, то есть обесценивание, обесценивание его ценности как таковой. И, на мой взгляд, если вы своего молодого человека, ну, если у вас есть к нему уважение, то поступать так по отношению к нему, ну, не самое лучшее, мягко говоря, доказательство того, что вы, ну, что вы, что вы хорошо к нему относитесь. Дальше. А как насчёт вас? То есть он делает, а вы? Я с самого начала наших отношений понимал, что у нас слишком разные интересы, но думал, что мы их вместе найдём или как-то всё забудется. Простите, я вот немножко стесняюсь спросить, что именно забудется. Что вы имели в виду, говоря, что, ну, что забудется. Просто я не очень понял. Что должно забыться здесь? Здесь. А почему интересы, если они, ну, грубо говоря, не появились у вас сразу, да? Почему интересы должны появиться позднее? То есть, как это работает? Как это происходит? Если у вас, если у вас не было, не было, если у вас не было интересов, то, как вы тогда стали вместе? Как вы тогда смогли быть вместе? На чём тогда основывались ваши отношения? В таком случае. На мой взгляд, это достаточно важный момент, на который вам необходимо обратить своё внимание. Потому что... Непонятно, на чём основывается ваши отношения. Проблема в том, что, несмотря на то, что он абсолютно лучший человек, я не могу сказать, что люблю его. А всё верно, потому что любовь не зависит от того, лучший человек или нет. Лучший человек вы его оцениваете. Это рационально, это продукт интеллекта, тогда как... Любовь, это чувство. Самое страшное, что недавно я познакомился с парнем, у которого такие интересные, он... Такие же интересные, он сказал, что ему нравилось, и он пригласил меня на свидание. Я не думаю, что это правильно, потому что никому парню, я сильно его уважаю, но я боюсь, что возможно я потеряю что-то своё. Что именно своё вы имеете в виду? Если вы имеете в виду человека, то, боюсь, человек не может быть чем-то важным, потому что человек не... не собственность. Вот. На мой взгляд, человек не может быть собственностью чей-то. В том числе, человек не может быть собственностью волшей. Поэтому... О потере чего именно вы говорите. О потере какой вы говорите. А самое главное, чего не хватает вам. Чего... че... ооо... В чем вы нуждаетесь. В отношениях. Что боитесь потерять человека. И вступаетесь не в отношения, не по любви, а именно из потребностей. Вот. Я вас сейчас не обвиняю, я просто хотел бы в этой ситуации, если это возможно, разобраться. Вот. Разобраться, потому что это крайне важная история. В крайне это важный момент, на который вам необходимо обратить свое внимание. Самое пристальное внимание. Потому что ситуация, ну, достаточно серьезная. Вы просите нашей помощи, просите, чтобы мы помогли вам разобраться. Вот. Себе. И мы, конечно, поможем. Но для этого необходимо с вами, с вами поработать. Для этого необходимо подбеседовать с вами. Чтобы понять. Что же вы имеете в виду, чтобы понять, в чем конкретно ваша трудность, в чем конкретно ваша проблема. Вот. И, соответственно, уже предложить пути решению этой проблемы. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. 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 Удачи.